Здравствуйте! Вы смотрите канал ТОП-5. Природа не перестает нас поражать. Чего только мы не показывали и не рассказывали про животных в наших видео. Но поверьте, это даже не половина. Сегодня предлагаю вам посмотреть на существ с очень необычной расцветкой, которая удивляет. Поехали! Вы когда-нибудь видели розового кузнечика? Не думайте, что это просто отдельная разновидность. Такой цвет — это нечто, подобное альбинизму в мире кузнечиков. И это насекомому не играет на руку. Ведь естественный зеленый цвет нужен этим существам, чтобы сливаться с травой, дабы не стать добычей хищников. Так что розовому кузнечику лучше гулять поближе к розовым цветкам. В Центральной Америке был найден мотылек, получивший неофициальное название «Тигровый мотылек с лицом клоуна» — необычное насекомое. А каких только расцветок не бывает у лягушек-древолазов. Их яркая окраска предупреждает хищников о собственной несъедобности. Далее у нас идут необычные красоты змеи. Среди этих рептилий известно более 3600 видов. Неудивительно, что некоторые из них будут выглядеть особенно эффектно. Этот красивейший муравей вовсе не муравей. Это оса немка, которая очень больно кусается. Преобладают эти насекомые в пустынных и засушливых областях. Никобарский голубь — красивейшая птица. Но, конечно, не красивей белого павлина. Далее у нас идут самые красивые и необычные бабочки в мире. Радужный сверчок — очень красивое насекомое, но некрасивее орхидейного богомола. Только посмотрите на него. Пусть вас не обманывает эта прекрасная внешность. Это очень жестокий хищник, который не брезгует каннибализмом. А как вам розовая улитка? Фотка этого существа долго удивляла интернет-пользователей, пока не всплыла оригинальная фотография без обработки фотошопом. На ней улитка тоже немного розоватая, но уже далеко не такая яркая. А это у нас необычный красный слезняк. Этот вид достигает длины 18 сантиметров и живет в Европе и Северной Америке. Травяной морской дракон. Внешний вид морского дракона помогает ему маскироваться в водорослях и оставаться незаметным для врагов. А как вам рыба-попугай? Рыба-попугаи предпочитают жить возле коралловых рифов, где они добывают себе в пищу водоросли. Далее у нас идет фламинго. Малыш фламинго рождается серым. Присущую его виду розовую роскошь оперения он обретает взрослее, благодаря диете с повышенным содержанием бета-каротина. А теперь предлагаю посмотреть на животных, окрашенных в несвойственный им черный цвет. Такими они родились из-за меланизма. Это генная мутация, благодаря которой окраска тела животного приобретает черный или темно-коричневый цвет. Меланизм довольно широко распространен в природе, и мы можем встретить черных представителей самых разных видов. Согласитесь, черный смотрится элегантно не только на людях, но и куда же без животных альбиносов, белоснежных животных, которых природа обделила естественным окрасом шерсти. Белый цвет порой смотрится не менее эффектно, чем черный. Трудно поверить, что даже жирафы бывают белыми. Но белый крокодил вообще уже ни в какие ворота. Этот красавец живет в Колумбийском парке. Как я уже говорил, генная аномалия сильно усложняет жизнь своего носителя, ведь выжить в дикой природе без маскирующей окраски – задание не из легких. Им довольно сложно охотиться, и тем более скрывать свой белоснежный покров от хищников. Большинство животных альбиносов отличаются пониженной жизнеспособностью, страдают нарушением слуха и зрения, а также чрезвычайно чувствительны к солнечным лучам. Мандаринка. В традициях фэн-шуй считается, что утки-мандаринки помогают обрести любовь, ведь эти птицы однолюбы и проводят всю жизнь в крепких союзах. А это у нас павлиний-паук с какун. Живописный окрас самцы принимают, чтобы завоевать внимание самки, которая может легко сожрать своего ухажера, если он ее не впечатлит. На самом деле в мире существует довольно много пауков с очень красивой расцветкой. А это редкий огненно-горлый калибри. Он обнаружен лишь в глубоких лесах Коста-Рики, где обитает на высоте в 1400 метров. Большинство людей назовет эти существа морскими слизнями, однако на самом деле они принадлежат группе безраковинных моллюсков. Все особи этого вида гермафродиты, но они не способны к самооплодотворению. Далее у нас идут животные разных видов, которые имеют настолько одинаковую расцветку, что их легко можно посчитать братьями. Ну и закончим животными-химерами, чьи половины тела отличаются друг от друга благодаря редкой физической аномалии. На этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и посмотрите два предыдущих видео. Субтитры сделал DimaTorzok